Приветствую, друзья! На связи GrimOptimist и я всё-таки решил записать это видео. Хотя практика YouTube показывает, что никогда, ни при каких обстоятельствах, ни в коем случае нельзя признавать своих ошибок. Лучше просто промолчать и сделать вид, что ничего не произошло. Тогда большинство людей вообще не обратит внимания на эту ситуёвину и всё спустится на тормозах 100%. А вот если во всеуслышание сказать, что да, я ошибся, обосрался, тогда все, конечно, сразу обратят внимание на всё это и будут припоминать, скорее всего, до конца жизни. Но мне по большому счёту насрать, поэтому я скажу как есть. Какое-то время назад я выпускал роли, в котором высказал свои предположения, что в Golden Joystick 2018 World of Tanks в категории Steel Plane победить не сможет. Ибо достаточно мощные конкуренты, очень популярные игры с большим онлайном, такие как PUBG, например. И, конечно, у танков, ну, на этом фоне как-то шансов не очень много. Но, как оказалось, всё-таки победила World of Tanks в этой номинации. Вот, и уже мне несколько десятков человек написали, что Дима, типа, надо бы тебе это... Дать какие-то комментарии по этому поводу, вот я решил это сделать. Да, ребята, я ошибся. Вот, не всегда я угадываю в своих прогнозах и вангованиях. Хотя, зачастую это именно так. То есть, мне удаётся догадаться о том, как будут обстоять дела. Но иногда всё-таки, конечно, я и ошибаюсь. Вот, просто проблема в том, что если ты оказываешься прав, то никто на это внимание не обращает. А вот если ты ошибаешься, тогда как-то сразу же, ну, гораздо больше внимания в сторону всей этой ситуации. Так или иначе, World of Tanks победила. И мне, если честно, по-прежнему это кажется очень странным. Просто потому, что, ещё раз говорю, ну, мощные конкуренты с очень большой популярностью, побольше, чем у танков, и с очень большим онлайном. Тут, как бы, либо всё не совсем чисто, ну, вы поняли, да. Либо, скорее всего, просто аудитория World of Tanks, она более активна, чем фанаты, там, PUBG или World of Warcraft, или Headstone и так далее. В принципе, это действительно может быть так, потому что Картошка агитировала людей голосовать за World of Tanks и обещала, что будет крутое какое-то, ну, событие, если мы победим. То есть, мы как-то отпразднуем все вместе. Видимо, люди надеялись, что будет какая-то нормальная халява. Вот. Ну, и, в принципе, вот новость уже появилась на сайте, поэтому я и решил именно сейчас этот ролик записать. Давайте посмотрим, чем нас порадовала Картошечка. Значит, победила у нас World of Tanks, как сообщают нам в очередной раз, в ВГ в номинации Golden Joystick. И в связи с этим нам предлагают отметить победу боевой задачей. Что уже немножко странно, но да ладно. Какая у нас задача? Во-первых, она всего два дня действует, то есть с 17 по 19 ноября. Двое суток. И задача следующая. Если вы побеждаете и попадаете в топ-10, то получаете Х2 опыт. То есть, просто тут, ну, по сути, не сбиваемый Х2, но только для тех, кто первый в топ-10. Чтобы не было ФК-шеров всяких и всех прочих. Задача, безусловно, неплохая. Так-то, ну, само по себе. Потому что Х2, это всегда приятно. Это, ну, намного более высокая скорость прокачки, например, какого-то танка. Вот. Но, скажу вам честно, что как-то под определение давайте отпразднуем победу, как-то такая задача не очень подходит. То есть, когда речь идет о, ну, каком-то праздновании, обычно подразумевается, что будет, ну, действительно хоть какая-то халява, да, дали бы там по дню премиума всем, например, ну, как вариант, да, или там, ну, ну, что-нибудь, хотя бы там, какие-то ништяки, чтобы люди почувствовали, что получили какой-то подарок за то, что они проголосовали. А так, как бы, ну, да, неплохая задача, но как-то атмосферы праздника особо нет, если я вам честно скажу. Вот. Не знаю, что еще сказать. Ну, рады вы нет, вот, как бы, такому подгону от ВГ, кто голосовал особенно. Вот. Я как-то не особо. Вот. Ну, как-то, знаете, неплохо и нехорошо. То есть, какая-то серая такая фигня, то есть, получилась. Конечно, это лучше, чем если бы просто, ну, как там, это часто бывает, дали бы там по пять аптечек каких-нибудь и все в этом роде. Но, с другой стороны, наверное, ну, все-таки игроков как-то можно было и посильнее отблагодарить, ведь люди действительно голосовать ходили очень. Я подозреваю, что очень многие, судя по тому, что игра победила. Но вот так или иначе, ребята, еще раз говорю, я ошибся. Такое иногда случается. Невозможно быть всегда правым в каких-то предположениях. В любом случае, то есть, рано или поздно ты ошибешься. Но, еще раз говорю, напоминаю, что обычно, то есть, в большинстве своих прогнозов я оказываюсь прав. Да, это сейчас как бы, ну, просто факт. Кто смотрит мой канал, он не даст мне соврать. Вот. Ну, иногда вот бывают и сбои. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание. Пишите свои комментарии. Ставьте пальцы вверх. Если согласны со мной, что, наверное, надо было этот ролик выпустить, подписывайтесь. Всем до скорого. И всем пока.